Сегодня у Гомеля пройчла урочистая церемония открытия флагштока Державного флага Республики Беларусь и ушанования переможцев, которые достигнули наилепших показчиков по выниках работы в 2019 году. Наши корреспонденты с подробностями. Урочистая церемония начинается калями мемориала «Вечный огонь». По великим рахунку, это данина поваги поколению, которая у тяжкую годину отстояла свободу и независимость родимой, часто ценой у властных жителей. Менавито тут разгортывается Державный флаг Республики Беларусь по мерам 12 на 6 метров. Символ суверенитету и свободы, мощной, квитнеющей и безопасной Беларуси. По головным проспекте Гомеля колона накеровывается до площади Ленина, где побудованы 60-метровый флагшток. У першиню Беларуси площадь Державного флага была открыта у Минску в 2013 году. Другим городом у республицы и первым в нашем регионе, где появилось такое сбудование, стал Гомель. Каждый человек хочет жить в красивом месте, и наш город, город Гомель, по праву славится своей красотой, своим уютом. И сегодняшнее мероприятие, поднятие государственного флага над площадью нашего города, это замечательное событие. Поэтому сегодня мне хочется пожелать всем гостям и жителям нашего города, чтобы на этой замечательной площадью, под этим флагом, чтобы этот флаг стал местом встреч для многих людей. Пусть люди встречаются, объединяются. Державный флаг – это история будущего белорусского народа. Увасабление идеи национальной едности – важнейший атрыбут сувернитету и незалежности от шины. 14 мая 1995 года на всенародном референдуме 70% населенства подтримало решение об увядении изменений, удеющую на тот момент атрыбутику. Так Беларусь набыла сучасный флаг. Его символичные колеры адлюстровуюсь надеи народа на добробыт, мир и добро. Червоный колер – знак солнца. Это символ перемоги и счастливого життя. Зеленый колер природы и развития. Белый – означает гостинность и доброзащимость жахару Беларуси. Теперь, кале этого флагштока, у Гомеля будут проходить наибольшь значные громадско-политичные мероприемства. И самое первое – ушанование переможцов, которые достигнули наибших покажек по вынеках работы в 2019 году. По моему глубокому убеждению, вполне символично, что сегодня фотографии и данные лучших людей Гомельской области, которые размещены на доске почёта Гомельской области, они находятся под нашим государственным флагом. И я счастлив, что мне сегодня довелось участвовать в данном мероприятии. Лепший район с колькостью насельства свыше 80 тысяч человек – Мазырский. Дарышин открытый сегодня «Дожцы Гонору» назвает еще 10 предприемств и организаций этого района. Таких досягнений больше нема ни в одном регионе. Я думаю, что чуткое отношение руководителя к своему трудовому коллективу и ясность поставленных задач позволяет району из года в год улучшать свои финансовые и экономические показатели. Ну и, конечно же, результаты работы всего трудового коллектива. Поэтому в копилке достижений района – это работа каждого человека. Лепшая организация лесной господарки – ахувы здоровья, адукации, медицины, культуры. Для того, как трапить на областную «Дожку Гонору», необходимо не только стабильно работать, а быть саправдой лепшим. И этим могут гонориться не только коллективы-пераможцы, но и вся в область. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель».